здравствуйте пришла посылочка с сайта iHerb посылка дошла за 12 дней служба доставки боксбери была заказана сейчас я буду делать ее распаковку посмотрю что там как дошло посылка здесь небольшая вес указан 270 фактический вес службы боксбери в украину доставка платная от 4 до 6 долларов зависимости от веса там от суммы ограничение 150 долларов и вес 5 килограмм то есть посылка но только 5 килограмм будет стоить около 6 6 долларов наверно ну там меняется все время нет стабильного россию такая посылка будет стоить бесплатно тоже до 5 килограмм и 150 долларов таможенный лимит 150 евро если вы будете заказывать и чел службой смотрим у коробки пустую как всегда тут просто крупные баночки здесь у меня повторные заказы того что я люблю и без чего не могу это соевое молоко я уже о нем много раз рассказывала я заказываю уже третью банку третий раз мне она очень нравится заменяет хорошо обычное молоко я им завариваю в горячей чашке воды где-то около столовой ложки его нужно чайную если с кокосовым молоком напополам завариваю кипятком и можно запарить кашку сделать на этой на этом молочке блинчики какие-нибудь тесто чтобы там не сдобнее там можно панкейки дело так она запаковано потом я покажу как она выглядит есть раскрытая банка еще осталось где-то четверть его надолго хватает мне наверно больше около двух месяцев наверно полтора месяца точно хватает у нас как раз у меня за закончилась я брала кокосовый крем недорогой есть такой предыдущих видео я его показывала это кокосовая манна от нотива очень классная штука это кокосовое молоко и кокосовый мякоть кокоса кокосовую манну делаю с него молоко тоже или в чистом виде или соевым но в принципе я приспособилась ложить 50 на 50 где-то чайная ложка соевого молока и чайная ложка вот этого кокосовой манны я в горячей воде это все размешиваю и запариваю овсянку делаю основу как вместо воды добавляю в блинчики блины панкейки какую-то пиццу можно даже сделать вот классная получается как кокосовая манна она из-за того что в ней содержится кокосовое масло она дает жирность такую придает потому что соевое молоко она обезжирена если хочется такого более калорийного что-то жирненького и кокосовый аромат в общем я уже кокосовое масло не беру я беру только эту кокосовую манну она конечно вкуснее кокосового крема там другой марки я показывала маленьких объемах но там тоже по цене очень выгодно сейчас холодно она пришла в твердом виде если тепло то ее удобно размешать ну я что-то придумаю ее под горячей водой наверное оставлю немножко она станет мягкой я ее всю размешаю чтобы смешать кокосовое молоко и кокосовую эту мякоть чтобы равномерно добавлять вот здесь вот получается вот такая часть кокосового масла самого и все остальное это мякоть с маслом тоже конечно можно даже просто сначала забрать кокосовое масло отдельно вот эту манну добавлять отдельно молоко ну Как хотите. В принципе, я размешиваю все и добавляю равномерно. Еще из продуктового кино. Повторно вот эту кино я второй раз заказываю. Я брала цветную кино, красную. Брала красную, коричневую, светлую вот такую. Но коричневая и красная она все-таки дает немножко такой гречневый прикус. Вот я взяла чистую, вот такую светлую, белую. Она такая более нейтральная. И второй раз я ее заказала. Несколько раз я уже цветную заказывала. Отдельно темную я не заказывала. Очень классное кино. Вкусная это такая каша, которая содержит большое количество всяких там полезных витаминов, веществ. У нее большое содержание белка в составе. Может заменить даже белок. Даже больше, полезного в нем. Больше, чем в мясе. По белку. Такая древняя как бы крупа, которую давно использовали. Она очень придает много энергии, сил. Дезодорант Real Purety. Две штучки я заказала. Очень люблю этот дезодорант. Тоже перепробовала много дезодорантов. Шмитц тоже на втором месте, конечно, дезодорант нормальный. Но по защите и по консистенции лучше Real Purety. Он, конечно, не такой экономичный, как в стике. Может, они это думаются и сделают в стике, этот дезодорант, потому что многим он полюбился. Но заканчивается он, конечно, где-то за полтора месяца, за месяц, наверное, у меня. Поэтому всегда беру про запас. Его еще просят постоянно заказать. Так что я, когда он есть в наличии, беру его, потому что бывает его нет в наличии. Германская ромашка. Я даже о такой не знала существования. Попросили заказать. Я почитала информацию. Очень полезное оказывается масло. Его можно точечно наносить на проблемные зоны на лице. Например, на прыщи, на всевозможные. Очень хорошо заживляет кожу. Это марка Aura Cassia. Вот так оно пришло. Незащищенное, незакрытое. Бывает, протекает. Ну вот, сейчас дошло нормально. Как-то так, немножечко не очень хорошо упаковали на этот раз. Слушай, бывает оно протекает. Здесь как бы защита от детей. Такая крышечка, которую надо провернуть. Нажать вниз и провернуть, если вы не знаете, как пользоваться. Так что обратите внимание на это германское масло. Я так поняла, оно немножко синеватое. Так что почитайте информацию про ромашку эту. У кого проблемная кожа, я даже себе в следующей посылке, может, докажу, если будет наличие вот этого масла. Это не чистая ромашка. Здесь она еще, по-моему, на масле. Да, на масле ЖЖБА основа идет. Потому что само это масло очень дорогое. Эссенциальное египетское масло. ЖЖБА масло. Германское ромашка. Эссенциальные масла. Египт. Написано. Из-за того, что оно идет на основе уже масла ЖЖБА, поэтому его можно наносить непосредственно на кожу, я так поняла, и протирать кожу, и добавлять в какие-то ваши смеси масел. В общем, у него очень такие полезные свойства. А вот это вот я нашла еще такое интересное. Я давно хотела. Называется это Форскалин. Калеус Форскалин Экстракт. Нашла информацию. Ну, уже поздно, конечно, закончился сезон аллергии. Но у меня, в принципе, бывают обострения на пыль какие-то такие аллергические. Поэтому я уже рекламировала, рассказывала про кверцетин, который я постоянно заказываю. Кстати, сейчас я заказываю, кто слушал от меня, заказывает самый такой выгодный вариант. Это кверцетин от МРМ. Сейчас, кстати, появился еще кверцетин с такой же вместимостью, 500 мг в одной капсуле, но больший объем 90 капсул от другой марки. Я сейчас не вспомню так, но новинка там появилась. Кверцетин поищите. Просто введите кверцетин на Айхербе и посмотрите, там новые варианты появились хорошие. А это Форскалин. Я прочитала про него. Он тоже хорошо работает от аллергии. Я решила его попробовать, потому что здесь 60 капсул, 100 мг в одной капсуле. И он хорошо работает от аллергии, от астмы у кого даже. И работает он в отличие от кверцетина. Если кверцетин на 3-4 часа где-то, ну, может на 6 часов, да, помогает 2 капсулы. То этого можно выпить натощак 2 капсулы с утра. И где-то работает он 22 часа. Там по отзыву, хорошие отзывы оставили на него. Читала на сайте. В общем, решила попробовать его как замена кверцетину. Сейчас, конечно, тяжело его опробовать, потому что уже пыльцы нет. Осень, дожди пошли, как бы легче переносятся. Ну, попробую его, потому что я где-то все равно 2 капсулы в день периодически пью. Ну, по одной капсуле где-то 1-2 раза в день я кверцетин пью 500 мг. Ну, вот попробую вот этот форскалин. Рекомендуемая дозировка. 2 капсулы с утра. И хватает на 22 часа где-то. Ну, почти на сутки. То есть утром, даже кто-то писал, что утром при открытом окне просыпаешься и, несмотря на пыль, на пыльцу, то есть нормально себя чувствуешь. Потому что все, у кого аллергия, они, когда сезон аллергии, не могут даже окна открыть нормально. Потому что пыль стоит, пыльца. Обратите внимание на эту марку. Если оно работает у меня, я расскажу, конечно. Потому что я все равно кверцетин буду заказывать, конечно. Как-то мне кажется, что пока кроме кверцетина ничего не помогало. И вот такую штуку я взяла. Калаоба. Это то, что у нас, видимо, как сироп откашляла. Как-то умко продают. Вот это на основе умко луабу. Такое есть как бы растение. У меня уже такой один есть. Еще один я заказала. Я уже один открывала, потому что у меня было ощущение, как признаки такие, как простуды начинались. Я на всякий случай его попила день-два. Но здесь странная какая-то. Здесь получается на крышечке дырочка. И якобы надо дырочку эту пробить. Но тогда его надо весь, наверное, использовать. Я поэтому просто открыла крышку и продырявила. Но теперь я не знаю, как им пользоваться. Как он долго может в открытом виде стоять. При респираторных заболеваниях иммунитет поддерживает без алкоголя. И ягодный вкус у него. Он действительно сладкий, непротивный. Поэтому рекомендую тоже его попробовать. Он по акции сейчас постоянно идет. Я еще весной, по-моему, убрала. И вот сейчас тоже была опять акция. Просто ничего на тот момент не было такого и выгодного. Ну вот я взяла еще один сироп, потому что идет, в принципе, такой сезон, что его можно, в принципе, даже пропить как профилактический. Когда вот сейчас начнется у всех вот эти гриппы, ангины, вирусы. Ну такая посылочка. Я, наверное, еще более подробно сниму какую-то информацию про нее. Спасибо за внимание. Спасибо, что используете мой купон на скидку SJS24 при первом вашем заказе. Сейчас на iHerb есть дополнительные скидки 10% по дополнительным кодам. Следите за информацией. Я под своими новыми видео всегда пишу какие-то акции, скидки. Сейчас как бы стараюсь, чтобы люди не пропускали. Тоже сейчас очень хорошие скидки 10% на многие продукты. Смотрите, в корзине свои много сейчас скидок. Так что спасибо за внимание. Всем здоровья. До свидания.